Здравствуйте, друзья! У нас сегодня дождь. И дождь достаточно такой приличный, поэтому у нас с Бэби куда-то пошла. Она жутко не любит никаких вот этих вот записей. И треногу, на которой установлен телефон, тоже не любит. Так же, как швабру, пылесос, ну и все остальное. Надеюсь, вам не слышно, как у меня гудит ноутбук, потому что в него включена лампа, которая помогает освещать. А то я не могла выставить никак свет. Надо его отнести, чтобы поочистили охлаждающую систему. Пыльно, пыльно, вот и бурчит. В общем, все. Вы знаете, я болтушка, я могу отвлекаться. Меня надо постоянно останавливать. С 18 марта я начала в шорцах ежедневно выкладывать свое питание. Ну, может быть, кому-то пригодится. Может быть, кому-то пригодится полностью, как я питаюсь и буду просто подражать. Да, ну, то же самое готовить, то же самое кушать. Может быть, кто-то просто вдохновится, что это несложно, что это, ну как, быстро, по времени не затратно. Я готовлю каждый божий день практически. Каждый божий день, вот, естественно, завтрак и ужин, но, к сожалению, на обед. Почему к сожалению? Для меня, к счастью, что я такая, ну как бы не капризная. Я бы не прочь кушать каждый день свежий супчик, но кто бы мне его варил, правда? Поэтому я суп готовлю, ну, где-то 2,5 литра, и мне хватает, ну, 5-6 дней, вот так вот, скорее всего. Ну, да, вот сегодня я последний раз поем. По-моему, я варила в прошлую среду, что ли, ну, так примерно 6-7 дней мне хватает. У меня хороший холодильник, у меня в нем ничего не портится, даже зелень лежит долго и не вянет, и не сохнет, и не гниет. Вот, ну, 17 марта я перешла на правильное питание. У меня, как правило, это все происходит спонтанно. Точно так же, как все мои диеты или там какое-то вот занятие, которое требует длительной, да, ну, длительного моего участия, вот. Но на которое надо не просто, не то, чтобы решиться или заставить себя, а надо настроиться. Как правило, я вот ни с того, ни с сего, ни с понедельника, ни с первого числа, там, я не знаю, ни с 15 градусов тепла. А вот просто я проснулась, и у меня внутри созрела мысль. С сегодняшнего дня я на, ну, раньше на диете, теперь на правильном питании. Вот. От диет я полностью отказалась, потому что я себе устроила очень плохую услугу тем, что я последний раз была на белковой диете, и, ну, я не знаю, как-то не подумавши, ничего не взвесит, ничего, ну, как неразумно поступила, да. То есть я не поставила точку, а решила, как бы, курсом пройти ещё, как бы, кругом пройти ещё один курс. Это мне очень плохой службы сослужило, простите за эту патологию. И я попала на очень серьёзный диагноз, ну, потому что, понимаете, дело в том, что чрезмерное употребление белка, оно не полезно. Поэтому все диетологи обговаривают, что белок должен обязательно сопровождаться и жирами, и углеводами. Иначе можно, ну, вот, как видите, перед вами живой пример. Я себе устроила такую встрясочку, что никому больше этого не пожелаю. Не знаю, на сколько времени, но этот диагноз остался со мной. И у меня был громадный, ну, остался со мной, не знаю, на всю жизнь или удастся. Ну, когда-то я снова пройду проверку по всем параметрам и посмотрим, что там со мной происходит, да. Но пока вот я каждый день принимаю пилюльки, плюс ко всему ещё витаминки. Потому что, ну, истинно городским жителям не хватает ни солнца, ни продуктов витаминизированных. Поэтому приходится принимать мультикомплекс, который, ну, хотя бы для какой-то энергии, да, для поддержания энергии, особенно в весеннее время. Вот, ещё раз, с 18-го числа я просто проснулась и решила, с сегодняшнего дня я не на диете. Это мне приходится. Как такому закоренелому диетчику даже самой очень часто повторять, когда я сбиваюсь с ритма, ну, что мне нужны и углеводы, и белки, и жиры. В общем, полный комплекс. Просто нужно обращать внимание на количество того или иного составляющего в нашем, вот, собственно говоря, КБЖУ. Есть такая формула. Я, к сожалению, забыла имя, фамилию этого учёного, который вывел эту формулу, по которой можно рассчитать свой идеальный момент потребления калорий, ежедневный. Эта формула, она очень верна, потому что она не как-то там выведена, она выведена научным методом, там, с употреблением разных коэффициентов, с указанием точного веса, роста и возраста, для кого рассчитывается эта составляющая КБЖУ, да, вот, поэтому я этой формуле очень много лет доверяю, но единственное, я, конечно, вы понимаете, как-то я отвыкла уже снимать видео, я переписала на бумажку, а потом думала, зачем я это сделала. Я поищу в интернете и выложу, вдруг кому-то она пригодится, эта формула, да, и я её выложу, собственно говоря, отдельной табличкой, даже не в кадре, а просто отдельно вставлю, чтобы каждый мог посчитать. Есть большая громадная статья лет десять назад, простите, лет десять назад я её читала, там популярно объяснялся каждый коэффициент, откуда он взят, как он выведен и так далее, и так далее, и так далее, поэтому, ну, как бы, есть научный подход к этой формуле, поэтому я этой формуле вполне-вполне доверяю. Если мне не удастся найти в интернете эту формулу, да, не удастся мне вспомнить, собственно говоря, цифры-то у меня есть, они у меня в тетрадке лежат уже много-много-много лет, вот, я пользуюсь этим, вот. Единственное, что я, а, да, если не удастся найти, то я просто аккуратненько печатными буквами перепишу на бумажку и сфотографирую и выложу, вот. Единственное, что я хочу про эту формулу сказать, это формула идеальная, ну, понимаете, да, идеальное потребление белков КБЖУ, вот, именно для вашего возраста, для вашего роста, для, в общем, для вашего организма на данный конкретный момент. Но, если вы стремитесь, это идеальное, ну, как бы, вы посчитаете и поймете, сколько в день вам нужно потреблять калорий, чтобы не переусердствовать своих каких-то. Но, если вы, всё-таки, эту формулу используете для того, чтобы снижать вес, да, то, конечно, вам нужно занизить на 100-200 калорий в день от того количества, которое у вас получится при этой формуле. Если, наоборот, человек, ну, спортивный, очень физический, на массе, вот, ну, то есть много затраты энергии, то эта формула ему не подходит вообще. Для вот этих вот спортсменов, ну, качков, да, вот, для них существует абсолютно другой расчёт потребления калорий ежедневного, и все вот эти ребята, ну, и девчонки, которые занимаются активно и каким-то вот тяжёлым спортом, да, ну, и, ну, не просто лёгкий фитнес, да, когда на фитболе там катаются, а именно на силу, на массу, они прекрасно знают, как им правильно рассчитывать свою норму потребления калорий ежедневных. Вот. Чего я ещё хотела сказать? Значит, опять же подчёркиваю, и для себя тоже лишний раз, это не диета. Это режим питания и уход в правильное питание. Что такое режим питания? Я когда, ну, как бы, знаете, мне стало легче после того, как мне подобрали правильный комплекс лекарственных средств, и мне стало легче, я почувствовала себя человеком, а так как я за время болезни, ну, пол очень сильно, это не похудение, ни в коем случае, это истощение, когда сгорели все мышцы, осталась кожа и кости. То есть у меня не было физических сил абсолютно, которые до сих пор у меня не восстановились. И вот надо, опять же, набраться не смелости, а вот как я решаю в одну минуту, да, вот, с сегодняшнего дня я начинаю это делать. А я такой человек, если я за что-то взялась, я это не брошу, я это буду делать. И вот для восстановления физических сил недостаточно правильного питания, недостаточно какого-то витаминного комплекса и так далее, нужны физические нагрузки. И физические нагрузки нужны именно в той степени тяжести, которая на данный конкретный момент ваш организм может осилить. Я уже себе, собственно говоря, подобрала такой вот наборчик, без прыжков, без каких-то наклонов, без каких-то таких растяжек, ну, потому что у меня нет на это ни физических возможностей, ни, как это сказать, ну, сильное окостеление, да. Я потихоньку занимаюсь вот этими вот китайскими практиками, да, но это, ну, буквально полторы-две минуты в день это не занятие. Хотя бы 15-20-30 минут надо себе уделить. Поэтому жду момент, когда моя психика настроится и скажет, ну, все, с сегодняшнего дня я прочно занимаюсь каждый божий день какими-то физическими нагрузками для, собственно говоря, восстановления своей физической силы. Так вот, что такое правильное питание? Это, во-первых, режим дня. Как я говорю, что я, когда вот выбралась немножко, и я очень сильно похудела, потом на меня напал жор. Ну, это все понятно. Организм требует восстановления утраченного. И я ела без... я не могла насытиться вообще. Я ела бесконечно. Я поев, ну, вот положив себе в тарелку, да, что-то, я съев, я чувствовала, что я хочу есть. Это было, это было какое-то безумие. Естественно, ко мне возвратились килограммы, но не в качестве мускул. Сами понимаете, когда было полное бессилие, когда трудно было ногу на, там, я не знаю, 15-20 сантиметров от пола поднять, и невозможно, до сих пор невозможно залезть на стул, так как мы обычно вот на него залезаем, ну, мало ли, там, шторку поправить или еще что-то такое. Ну, много для чего. Да вон пыль с верхней полки вытереть. Вот. То физические силы у меня от моего жора не вернулись. Вернулись килограммы. Просто-напросто, ну, как жир, да, жир вернулся. Вот. Полностью килограммы не вернулись, которые у меня как бы были. Но, тем не менее, излишек у меня есть. Излишек мне не нравящийся, не хороший. Я, если честно, не знаю, завидую я или не завидую людям, которые, ну, знаете, вот такая, принимай себя любым. Я не могу себя принимать любым. Не могу. У меня адские изменения в моем физиологическом облике произошло за время болезни. Это и на лице отразилось, и на коже, все кругом обвисшее. А было такое, знаете, что вот эти вот ключицы у меня были провалены. Я помню, как-то называют, когда вот можно рукой вот так схватиться, что-то, я не знаю, ручка от кувшина. Не помню, как называют. Но вот такие вот. Представляете, что это было? Была вот кость, и вокруг нее, таким как гофре, была собрана кожа. Но гофре это юбочка в мелкую-мелкую складку. Вот. Поэтому, значит, правильное питание, возвращаем режим питания. Отказываемся от этого непрерывного жора. Тем более, что уже не надо жрать. Это уже разбалованность, посла, организма. А не желание, ну, как это вот, ну, кушать, потому что ты три месяца голодал. И голодал не от того, что ты хотел голодать, а от того, что ты не мог есть. Поэтому рано ложись спать. Мне кажется, максимально в одиннадцать я ложусь. Ну, может быть, иногда полчаса туда, полчаса обратно. Встаю, скорее всего, в шесть. Иногда бывает, что вот я просто просплю. С одиннадцати вечера до шести утра это вот так сна. Иногда раньше шести просыпаюсь. Кажется, по избалованности, кажется, что недосып. Но потом несколько вот, ну, сходил в ванну, сходил в туалет, открыл шторы на окне, уже понимая, что нет, ты выспался. Больше спать не надо. Далее, опять же, режим не только сна, но и режим бодрствования. А обязательно, минимальные. У меня сейчас только прогулка с собаками. Чего я сказала? С питью. Только прогулка с собачкой. И поход в магазин. Пока я даже на длинные дистанции не выхожу. Один раз вот вышла посмотреть, что у нас творится в лесу. Я бы уже возобновила прогулки в лесу. Но, к сожалению, погода подвела. У нас практически на весь конец апреля обещают дожди, 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 дожди. Делать в лесу после дождя абсолютно нечего. Согласен? Согласен. У меня в районе вот так вот просто с удовольствием погулять негде. Район небольшой, состоит из двух улиц. Вокруг него... С двух, по-моему. Мне кажется, да. Ну, может быть, три улицы. Я, честно, не знаю. Он все еще расстраивается. Он очень большой будет, судя по всему. Судя по всему, по планам, которые я видела. Здесь будет хорошая инфраструктура. И торговые центры. И там, ну, все такое. Пока, пока рядом со мной два магазина сетевых. Ну, много вот этих маленьких. Частные они, да, называются? Частных магазинчиков. Ну, полно всякие парикмахерские и так далее. Как бы все есть. Но гулять здесь негде. Нету ни парка, ничего такого. Даже нет такого места релакса, где можно, ну, просто куда-то дойти, сесть на лавочке, просто посидеть. Ну, как в хорошем, большом лесопарке, да. Вот. Так что пока у меня минимальная физическая нагрузка, но мне ее пока хватает. Ну, я сама недовольна, но организм, ну, из-за физических, как сказать, ограниченных возможностей, да, да, быстрая утомляемость, быстрая усталость ног от того, что пытаешься, чтобы ноги меньше уставали, ты как-то там неправильно свой позвоночник, начинает уставать спина. Ну, в общем, вы меня поняли, кто сталкивался с такими вещами, тот понимает, насколько какие-то минимальные нагрузки делают, ну, твой организм считает, что хватит. Вот. Но я буду все-таки дальше. Итак, значит, вовремя ложимся, вовремя встаем. Хотя бы минимальная активность и, самое главное, расписание приема пищи. Когда у меня была вот эта вот зажористость, да, я могла и в три часа ночи. В принципе, в принципе, я не питаюсь чрезмерно неправильно, никогда, ни в какой жизни. Конечно, я могу себе и тортик позволить там, ну, я не знаю, что еще, у меня сейчас только торт почему-то в голову приходит. Я не любитель конфет, поэтому для меня там шоколадки, конфетки, это все ерунда. Ну, вот тортик, пирожки, булочки, тортик редко, а вот пирожки, булочки, это моя заноза. Ну, я выращена на выпечке, бабушка каждый божий день что-то пекла, поэтому для меня выпечка, а это чуть ли не самое вот такое вожделенное. Кто-то вожделеет шоколада, еще чего-то, а вот для меня выпечка. И при том, выпечка самая нездоровая на этом, в апритюре, в общем, пирожки, да. Ну, а булочки, конечно, в духовке. Установить себе режим питания, сделать ограничения. Не то, чтобы потом нельзя, но просто вы будете сдвигать приемы пищи, и у вас получится, что последний раз вы покушали, а уже через полчаса и спать пора. Поэтому очень важен все-таки режим питания. У меня, например, ну, с 8 до 9 я завтракаю, можно до 10. У меня получается режим приема пищи через 4-5 часов после, ну, между завтраком, обедом и ужином. Вот, значит, обед с 2 до 3 можно и попозже, но нежелательно. Вот именно обед для меня нежелательный, потому что к концу нежелательно задерживать. Потому что к концу дня я сильно устаю, и меня тянет прилечь. Это не самое лучшее после приема пищи. И ужин 7-8 часов. Вот это тот режим, который я себе установила. Так как у меня такой своеобразный характер, я очень сильно расстраиваюсь, если у меня получаются какие-то нарушения. Ну, то есть, это, знаете, это вот этот пресловутый комплекс отличницы, когда надо делать все прямо вот точитька в точечку. Секунду. Простите, немножко отвлеклась. У меня там что-то бэби страдануло на кухне. А что это я такая румяная? Ну, пусть буду румяная. Не все же быть зеленой. Итак, на чем я остановилась? На том, что очень важно себе установить график питания. Ну, это действительно очень важно. Следующий шаг. Это не шаг навсегда. Это шаг до тех пор, пока организм, ну, как бы не устаканится, не перестанет пугаться, что если я менее калорийно его накормила, то надо срочно-срочно делать запасы. Когда устаканится вот эта вот привычка организма принимать пищу просто как пищу, и что она будет у моего организма всегда, тогда я включу какие-то перекусы. Я очень люблю себя чем-то побаловать. И в этом нет ничего страшного. Все мы люди, все мы человеки, и каждый любит свое что-то. И абсолютно не грех, когда у тебя организм в хорошей форме находится, там, позволить, я не знаю, между чем там, между завтраком и обедом выпить кружечку чая с какой-то конфеткой тебе вкусной, да, а мне, например, вкусно с сухариком или с печенюшечкой, да, вот. Но это не знаю, как скоро будет, потому что пока у меня, я взвешиваюсь, каждый божий день взвешиваюсь, пока результаты мне нравятся, да, так что я хотела сказать, пока мой организм еще не устаканил свое психологическое состояние, и очень пугается иногда, и как бы я обращаю внимание, что, допустим, вчера был такой вес, да, и сегодня такой вес. Это уже неправильно, потому что все-таки ограничения в питании я себе ввела. Но пока меня устраивает тот темп, которым я иду, потому что мое правильное питание не только направлено на то, чтобы возродить свое физическое состояние, да, привести в норму свой организм, но еще и, как бы, второе действие лишиться тех лишних килограммов, которые я нажрала за время своего безудержного жора. Ох, какой он был безудержный, вы себе не представляете. Я была какой-то вот этой вот топкой, я непрерывно должна была в себя что-то кидать, не было никаких ограничений, сосиски, колбаса, я не знаю, вот, ну, ну, все абсолютно, это, это, это был ужас, я никогда себя в таком состоянии не видела. Так вот, еще и, значит, утратить те лишние килограммы, я их наела немного, но для кого-то это много, поэтому у меня есть определенная цель, определенная цифра. Я пока не буду ничего говорить, я потом когда-нибудь еще соберусь записать видео, у меня все фиксируется, поэтому видео будет, как это сказать, ну, таким документальным, да, что как проходило, какие результаты. Сейчас меня результаты вполне устраивают, потому что именно такие результаты, они, как бы, существуют навсегда. Когда ты тратишь не по 4-5 килограммов за неделю, как это было в диете магии, да, там, за первую неделю, уходило по 4-5 килограммов, ну, это очень много, это очень-очень много. Потом по окончании диеты ты находился в растерянности, не знал, как удержать тот результат, вот, и хотелось себя из-за постоянных ограничений чем-то побаловать. Как правило, никакое баловство не заканчивается одноразово, оно, ну, еще разочек, еще разочек, ну, ничего страшного, если еще разочек, вот. Сейчас я себе такого не позволяю, хотя какие-то отклонения от идеальной правильности у меня есть, так я, опять же, себе и вам говорю, я не на диете, и у меня в день уходит, иногда не уходит, но чаще всего уходит по 100, 150, 200 граммов, вот. И это то, что нужно для правильного, как сказать, пищевого поведения, когда ты маленькие ограничения себе поставил, но в основном ты не голодаешься и правильно питаешься, и ни в чем себя не ограничиваешь. Дальше, значит, разобрались. Режим дня, режим питания, какие-то ограничения, как уходит вес при таком питании, которое я выкладываю в шорцах каждый божий день. Поверьте, это нелегко. Я иногда забываю выложить видео, которое я сняла, вот. И вау, у меня скоро ужин, а я еще обед не выложила. Ну, что делаете? Это тоже надо себя дисциплинировать и просто не забывать об этом. Тоже относится в дисциплине, да? То, чего я, собственно говоря, сейчас добиваюсь и к чему иду. Вот. Дальше. Значит, чего я себя лишила? Я себя лишила перекусов. Но не так, что мучайся, мучайся, ты ничего не съешь. Нет, я не на диете. Ни в коем случае. Как вы обратили внимание, я изобретаю какие-то вещи, которые считаю для себя допустимыми. Я делаю печеньки правильные. Я делаю белковые вот эти вот пироженки. Ну, пироженки я один раз делала. Наверное, надо еще собраться разочек сделать. Я решила для себя, что в какой-то выходной я буду делать один прием пищи, не обед. Скорее всего, завтрак. А может быть и ужин. Когда я буду допускать, ну, в каком-то таком модифицированном виде, вот как я делала себе салат а-ля шаурма, да? Там он был без майонеза, но он был с лавашом. Я не заворачивала начинку, а я приготовила отдельно начинку. Заправила йогуртом с горчицей и, по-моему, с соевым соусом, что ли. Помню, что я не салила. Вот. И отдельно вот такие маленькие кусочки, 5 штучек, по-моему, я нарезала. Где-то, наверное, 5 на 10 сантиметров. Вот я этот салат заворачивала в этот кусочек лавашика, с удовольствием съедала. И вы знаете, такое удовольствие просто неописуемое. Не было никакого такого, еще хочу, еще хочу. Я насытилась, я поняла, что по вкусу я съела шаурму и шаурму весьма-весьма неплохую, приготовленную моими руками. И я насытилась, и я не объелась. Ну, в общем, я решила для себя, что в какой-то день или в воскресенье, или в субботу, а может быть и в субботу, и в воскресенье, посмотрим на мои результаты на весах. Буду позволять себе вот какие-то такие, ну, естественно, непокупной торт, естественно, не какой-то там, ну, я не знаю. В общем, то, от чего я отказалась. Отказалась я от сосисок, от колбасы, от копчености, от солености. Ну, не считая, что вот я для себя кусочек красной рыбы посолила, чтобы иногда делать с рыбой овсяно-блин. Мама дорогая, что с памятью моей стало? Все, что было не со мной, помню. Я не считаю, что это я ем прямо вот солености, иногда в какой-то такой зеленый салат, ну, листики, зеленый огурец, зеленый огурец, свежий огурец, зеленый лук, ну, возможно, зелень иногда, ну, типа укропа, да. Петрушку я не ем. Городская петрушка, которая продается в наших магазинах, она прямо, не знаю, мне наждачную бумагу напоминает. Она жесткая. Нет, 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 нет. Вот. И добавляю маленький соленый огурчик. Мне хороший знакомый подарил две банки собственного засола огурцов. Они такие вкусные безумно, притом это не покупные огурцы, а домашние, с грядки. Так что я по маленькому такому огурчику иногда добавляю для пикантности. Ну, скучно же жить без вот каких-то таких пикантных, да, дополнений. Вот. Значит, перекусов нету, ну, как я говорю, не навсегда, до тех пор, пока мой организм не поймет, что его кормят. И не надо делать припасы. Дальше. Значит, я отказалась от, ну, вот этих всех магазинных няшек, да, которые мы покупаем на... Нет, сыр я покупаю, но я его очень редко употребляю, потому что для меня вкусный сыр, это очень дорогой сыр. Мне он не по карману. А то, что вот я обнаружила по совету какой-то блогерши, я, к сожалению, сейчас не вспомню слету, кто в своих, опять же, видео посоветовал. Красная цена, это пятеровская фирма, производство пятерки, вот, российский называется. Он действительно приличный, и он очень хорошо плавится. И у него действительно есть сырный такой вкус. Не знаю, я посмотрела на состав, там не написано сырный продукт. Ну, надеюсь, что это правда. Я теперь никому не верю и ни во что не верю. Вот, значит, покупные вот эти вот всякие, как, вещи, которые можно разогревать и кушать, я не покупаю. Это не значит, что у меня стала более экономная жизнь, наоборот, потому что если когда-то ты съедал сосиску, то теперь вместо сосиски надо или сделать фарш, да, или пожарить курицу, или мясо, или... Ну, в общем, сами понимаете, да? Вот. Ну, хорошо, что я одна, хотя у меня есть бэби. Вчера я себе готовила, наверное, из-за этого у меня случился, ну, не срыв, но желание что-то в рот закинуть, потому что мою курицу она больше половины у меня съела. А я жалею. Я знаю, что не нужно человеческой едой кормить. Ну, мне очень жалко, когда я вижу, что она свой сухой корм не ест. Я знаю, что надо скрепить себя, и голод не тетка, а она пожрет. Ну, у меня не получается. Вы понимаете, что у меня собачка 2 килограмма, и вот эту вот тетечку еще морить голодом. Вот, поэтому я себя ругаю, но удержаться не могу, и угощаю ее человеческой едой. Стараюсь все-таки, но не вредно. Если мясо, то отварное, если мясо, то говядина. Ну, еще иногда, иногда я ей покупаю, есть такие стейки, называются минутка мироторговские говяжьи. Вот иногда я ей покупаю, этого хватает, там 3 стейка такие тоненькие, миллиметров по 5, и хватает на 3 дня, опять же, как угощение, а не как основная еда. То есть она поест свой сухой корм, но я вижу, что как бы по размерам она не доела. И вот я ей готовлю этот вот без масла, без соли, вот этот вот, этот стейк небольшой, тоненький. Значит, от покупного я отказалась, ну, вы поняли, да, от чего от покупного. Сладкое я не ем, но я себе изобретаю вот такие вот печенюшки, ПП печенюшки, очень хорошие, очень полезные, но они не низкокалорийные из-за сухофруктов. Сухофрукты – это повышенное содержание сахара, потому что это все как бы обезвоживается, да, и получается, что небольшая мякоть с большим содержанием фруктозы, скорее всего, да. Вообще от всего отказаться это невозможно. Ну, и из фруктов, вот я первый раз после Сербии купила приличные яблоки, больше я не натыкалась, это, вот, за полгода, по-моему, первый раз я наткнулась на приличные яблоки. И сейчас у нас в магазинах есть только бананы и мандарины с апельсинами. Апельсины отвратительные, они, по-моему, прошлогодние, поэтому там внутри будет такая уже одеревеневшая мякоть. Сейчас мандарины более-менее приличные, но с косточками. Ничего страшного, я стараюсь поменьше этой кожицы от мандаринов съесть, и есть только мякоть. Бананы я не ем вообще, не из-за того, что они там, во-первых, газообразующие, во-вторых, ну, очень калорийные они, так же, как и виноград. Вот, я их вообще не люблю. Видимо, когда они у нас появились, я не помню, дочка была еще маленькая, лет 7, наверное, 6 ей было. Мы отстаивали громадные очереди, чтобы купить эти бананы, продавали они у нас темно-зеленого цвета, мы их прятали по всем этим темным местам для дозревания. Видимо, с тех пор я как-то их переела, поэтому бананы я не люблю. Очень редко их в доме у меня можно увидеть. И то полбанана съем, потом лежат-лежат, и приходится делать какую-то банановую выпечку или банановый коктейль. Вот. Значит, что еще? Я покупаю себе кисломолочку. Из кисломолочки я люблю ряженку. Ряженку не любую, только определенные фирмы. Вот, надо будет в очередной раз, вода будет заканчиваться, сделать заказ. Я нашла одну фирму молочную, она пока очень недорогая, видимо, они только забрасывают свою продукцию в сети, поэтому держат низкую цену, и она очень качественная. Очень-очень качественная. Мне так понравилось. Но я чувствую, пока я соберусь сделать заказ, она уже подорожает. Ну, зато я знаю, я попробовала, что она очень качественная, поэтому, скорее всего, я ее и закажу снова. Значит, заказываю я себе ряженку, 2,5%. По-моему, ряженки ниже процента не бывает. Ну, и я с некоторых пор уже много времени стала противником обезжиренных продуктов. Пониженной жирности, да. Ну, допустим, творог 5%, ряженка 2,5%, молоко 2,5%, но не 1% водичку. Это большой вред для организма. И никакой пользы. Так, по-моему, все. По-моему, я вам все рассказала, что я держу режим. Я не на диете. Я сейчас себя во многом ограничиваю, но не из-за того, что я этого не буду никогда есть, а потому что организм пока не привык к моему способу, да, системе питания. И он частенько пугается и не отдает свои килограммы, хотя я не на диете, но цель моего правильного питания еще и улучшение своего физического состояния, да. То есть потери тех килограммов, которые я нажрала, пусть это не так много, но они мне не нравятся. Ну, не нравятся они мне. И я не могу себе сказать, что я принимаю себя в любом виде. Не могу. Если мне не нравится, я стараюсь от этого все-таки каким-то образом избавляться. Ну что, ребята, значит, я не забуду поискать формулу. Вдруг она кому-то пригодится. Это очень полезная вещь. Вы тогда знаете, что вы не перебарщиваете со своим питанием, и вы можете распределить эти калории, да, на приемы своей пищи. Можно все поделить, ну, там, такой завтрак, такой обед и такой ужин равно, да. Но если вы все-таки хотите правильно-правильно питаться, у нас должен быть очень хороший завтрак, хороший обед, ну, так как это первая половина дня. И желательно белково-овощной ужин. То есть вот на ужин все-таки желательно, помните, это ужин отдай врагу. Мы отдавать не будем, но понизим его, так сказать, не вредность, а как это, хорошая насыщаемость, но сделаем пониже калорий. Вот так вот. Это все. Это все, чем я сейчас занята. Сильно я себя не ограничиваю. Ну, кто считает ограничения, что я не кушаю шоколадки, так я их не люблю. Кто считает, что я не кушаю там кучу фруктов, таких у нас нет в продаже, собственно говоря. А если ехать на рынок, то там фрукты, как Мерседесы, стоят. У меня нет таких средств. Поэтому обходимся тем, что есть яблоки, мандарины. Яблоки редко, но вот сейчас я наткнулась. Овощи стандартные, листики стандартные. То, что доступно, это китайская капуста и салат айсберг. Иногда, иногда я покупаю, если они есть свежие. У нас не такие магазины, чтобы вот это все в большом количестве завозили. Поэтому очень часто все бывает несвежее. В пакетиках разнообразные листики салатные, они тоже достаточно недорого стоят. И мне хватает на три раза этих листиков. Поэтому это вполне приемлемо. Допустим, если подсчитывать, то эти листики примерно там, ну я не знаю, один раз, но там на 40-50 рублей у меня уходит в салат. Ну, что делать? У нас сейчас вообще жизнь очень дорогая. Поэтому огурцы, помидоры дорого, невкусно, но тем не менее заменить их нечем. Иногда, иногда я свежую капусту, но я ее побаиваюсь, потому что она очень коварная, да, и лучше все-таки термически обработанную капусту кушать. Вот. Для здорового организма это хорошо, даже есть салаты, по-моему, терка, что ли, называется, когда там сырая капуста, сырая свекла, сырая морковка и еще что-то там сырое. Это все съедается в один какой-то прием пищи, но не перед ужином. И это считается, что хорошо очищает организм, и это очень-очень низкокалорийно. По-моему, ребят, все. Если я что-то вспомню, то я обязательно запишу себе на бумажку, и в следующем видео, когда буду рассказывать про вес, результаты, как уходит вес и прочее. А, ну да, еще я забыла. Режим, водный режим. А, обязательно. Я не придерживаюсь тех вот этих вещей, что выпей две кружки воды, пей после того, как ты встал. Но, воду я пью, пью в достаточно большом количестве, но я все-таки придерживаюсь того мнения, что пить нужно воду не насильно. У тебя появится... А, ну еще и проверка твоего голода. Будь то бы тебе мозг говорит, что ты голодный, но выпив, допустим, вот... Я часто вот наливаю, видно, да, вот по такому количеству воды. Вот такое количество воды я спокойно и с удовольствием выпиваю за раз, да. Большие стаканы я не приемлю, чтобы вот пить, добиться, пить, вот. И вот попив такое количество воды, и там, допустим, минута-две, когда вода упала, собственно говоря, в организм, вот, ты понимаешь, что действительно есть, я не хочу. Это, видимо, был недостаток жидкости в организме, вот. Ее надо было восполнить. А мозг просто неправильно сигналы воспринимает. Он воспринимает любой недостаток чего-то в организме, как то, что давай жрать. Возможно, это вот... Вода не хватает. Возможно, там, тебе пора все-таки нажать на углеводы, но это не обязательно. Миску макаронов съедать, но все равно, там, 50 граммов макаронов включить в свой рацион необходимо, если ты чувствуешь какие-то вот такие странные позывы. Как я сегодня с утра ела рисовую кашу, потому что, ну, я понимаю, что у меня начинаются вот эти приступы, что бы еще поесть, что бы еще поесть, хотя я сытая. Значит, пора, пора, пора углеводами насытит организм. Они хоть и быстрые, но они все равно, типа... Ну, надо стараться, вот эти вот все-таки медленные углеводы. Там гречечка, хороший рис, что там еще, перловочка. Кстати, пшено оказалось вот таким продуктом, но я пока никак не пойму, что мне приготовить из пшена. Да тоже, типа, перловки очень-очень полезный оказался злак. Все, друзья, я наболтала очень-очень много. Не сердитесь, что будет длинное видео. Но мне кажется, что я много вещей сказала, особенно для тех, кто не может и не хочет садиться на диету, но очень хочет исправить свое физиологическое состояние, а именно убрать лишние килограммы, которые больше никогда не вернутся. Поверьте, это самый верный способ. Вот эти вот 100-150, вроде бы, ой, как мало! Это хорошо! Килограмм, полтора, или даже 900 грамм в неделю, это самое то, что нужно для здорового строения нашего организма. Ну, а еще хорошо бы побольше активности физической, длительные прогулки, какая-то зарядочка. Она у меня обязательно будет, и я ее покажу. Все, пока! Спасибо, что со мной побыли, послушали мою болтовлю. Пока!